Я не заколебался, я просто всё время принимаю босс раши, тестирую их, а сам не участвую. Наконец-то могу поучаствовать. Да, я постарался сделать его полегче. Чтобы Егор мог отомстить моему прошлому босс рашу. Да ладно, ничего страшного, там был для хардкорщиков. Так, ну, собственно, как вы уже могли заметить, со мной в конфи Влад и в Ридмак, и молчаливый Кент, который дотку катает, потом присоединится. Влад он катает. Так. Ну что ж, тогда начнём. Ты будешь запускать игру? Если тебе будет незнакомо, я буду тебе говорить, подсказывать. Да, хорошо. Так, я так понял, дракон дробом, короче, не перетаскиваются, да? Ромы перетаскиваются, сейвы нет. А, сейвы не перетаскиваются. Ну, сразу уже, шедевр. Да, шедевральный босс раш. Это Занак, ой, или Ганак, или Занак. Играл? Ганак-то? Ганак. Конечно, играл. Тогда тебе всё должно быть знакомо, количество жизней. Так, ты кучу жизней, да, дал мне? То есть, если я сдохну, то будет всё нормально. Всё верно, да. Первый босс должен быть разминочным. Так, это у нас на одну попытку. Ой. Да, тройская, ты мне оружие, конечно, дал. Абсолютно не то, которое я люблю. Я люблю шарики. Огромные. Так, ладно, я на самом деле сегодня... Ты про бомбы не забывай. Да-да-да-да, кстати. Это... Собственно, сегодня я вообще не играл, не разминался, поэтому я могу тупить сейчас на Кеннаке. Ну вот, как раз разминочка. Он с Бакем и привыкнул. Так, это на Эксперте, я так понял, да? С рикошетами? Нет. А, это просто он выстреливает изо рта. Такое ощущение, как будто я какую-то каменьшек ломаю, и вылетает пуля такая. Нет-нет-нет, у него просто пуля вылетает. Выскакивает. Так, вот болдер, болдер, я люблю. Вот и я. Вдруг откуда ни возьмись. Так, там на стриме, кстати, картинка нормальная, потому что что-то у меня первый раз в СУЛЬТРА хреново захватилось. А, ну и... Вроде нормально. Всё нормально, да? Так. Знаете чё, я забыл, что... Надо же, чтобы кто-то помечал, наверное. Сколько я прошёл, а сколько... Воспротин. Один ноль. Один ноль. Ладно, я всё равно буду себе записывать, если чём. Так. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Окей, это было легко. Если бы ты сделал на одну жизнь, я бы уже просвал, на самом деле. Ну да. Так. Втаскиваем. О, Дукталис. Играл? Дукалис. Естественно. Ну, тогда ты должен знать, какое здесь специфичное управление. О, сейчас, сейчас надо немножко вспомнить, как это всё это. Потому что я давно не играл, на самом деле. О, это курица, а мне не нравится. Да, курица никому не нравится. Не помню, как её зовут в мультике, честно говоря. Магика де гипноз. Блин, я сейчас просру на ней. Давай-давай, привыкай. Так, чё она делает у нас так? Выстреливает, а потом вылетает. Блин, я не помню на неё тактику. Это второй босс в игре. Как так? Ты знаешь, когда я в Дактейлз последний раз играл? Это было настолько давно, что... Что уже неправда. Да, пффф. Чёрт, соскользнул палец. Ну ладно, хрен с ним. 1-1. Дуктейлз, это понятное дело. О, Бластер Мастер. Играл? Вот Бластер Мастер я... Ну, играл немножко, но не проходил. Чтобы стрелять, не меняя направление, зажимаешь кнопку выстрела-гранат, то есть А, и ходишь лево-вправо. Всё. А, ну тут мне тут всю тактику рассказал такой. А дело в том, что без этой тактики здесь нельзя пройти ни одного босса дальше третьего. Ну, можно было сказать просто, что, типа, чтобы оружие зафиксировалось, нажать кнопку и зажать, а, и всё. Не буду картосковать силы. Да ладно, это тебе бонус за то, что ты на Дактейлз заполился. Ну да, ладно, хорошо. Позор, фу, позор. Депталис не пройти. Когда пытался эту игру пройти, меня вообще нагнул вот третий босс. Я вообще не знал, что делать. Я вот иду, стреляю направо или налево. То есть, чтобы стрелять вперёд, мне нужно было поворачиваться, идти и поворачиваться одновременно. Я не мог, что делать. Ладно, я... А везде прохождите только там, где боссы проходили. Звелюк. Ладно, я шучу на самом деле. Да ну. А потом я узнал, что можно, оказывается, вот так вот. О, Дракула Брама Стокера. Нет, только не говорите мне, что это именно этот босс, который я думаю... Не угадаешь. Нет, не тот. Слава Богу, да. Вот я даже не знаю, потому что этого я вообще не помню. Так, я надеюсь, он больше никак себя не будет проявлять. Что... Ну это фигня вроде. Так, у меня камешки только закончились. Надо их взять. Эй, камешки улетели! Так, отлично. Усё. Ну, Влад, ты прям реабилитируешься, реально, на одну попытку таких лёгких прям боссов. 2-1. Так. 3-1. Вот Онкало говорит, что его бластер-мастер управления запрогрило. О, Shadow of the Ninja! И... Это вообще моя одна из любимых игр. В принципе. Сейчас возьмёшь, зафылишься. Да не, я смотрел сейчас какое оружие будет. О, отлично. Не-не. Так, сейчас этого ублюдка впервяз. Пока что. Тут нужно знать тактику. Без тактики тяжело вот этого боссоводить на самом деле. Ну, всё верно. Нужно стоять в углу. Ой, стоп. Я что-то не там, наверное, дело немножко подзабыл уже. Да. Теперь бежать сюда. Давай, лети сюда. Получай. Сейчас он меня выстрелит. Так, лети сюда снова. Получай. Да. Вот видишь, Онкало, тебе нужно будет в бластер-мастер ещё раз пройти. Причём, проходить не просто так, а именно, чтобы получить удовольствие и как следует всё изучить. Чтобы все получили удобство. Для этого нужно играть, по-моему, не на стриме, так как минимум. Когда ты там два года уже не играл в эту игру. Отлично. О, Онкало, ты без этого знания прошёл вон ту прыгающую жабу или нет? Так. Ну чё, боссы на три попытки пошли. Так, что тут у нас? Что же тут у нас? Ой, чё-то знакомое, слушай. Неужели это Ninja Crusaders? Нет. Нет? А чё-то знакомое. Игра про няшечку. Про няшечку? Говняшечку. Как повезёт. Блин, я хочу название игры увидеть. Почему я должен читать весь этот текст? О, Клининг, не, такую игру я не знаю. Ну почему-то знакомо, по ходу дела, когда-то эта игра у нас была на Боссах. Ты хочешь выпирать оружие. Так. А, так это же, блин, Magic Call of Duty. Да-да-да. А, ну всё, тогда знаю. А, ну всё, тогда... Так, ну я-я-я не-я не играл, ну просто знаю игру. Короче, если ты сейчас зафейлишь, я буду подсказкой. Хорошо. Так. Допустим, возьмём fire. Хрен с... Ой, чё-чё я делал? Что происходит? Использовал суперудар. Во-во-во-во. Так, а жизни у него показываются или это мой лайфбар? Это твой лайфбар. А чё, пол-хп себе отнял, что ли, суперударом? Да. Фига себе! Вот это точно надо было предупреждать. Ты его махалит. Это мелочь, да? Ну чё. Ну пол-хп, ну чё тебе жалко, что ли? Ну, так-то да. Жадный я. Так, если он... Ну для шестого босса, по-моему, да, нормально на три попытки. То есть посложнее, чем на одну, но не особо сложный для трёх, по факту. Так и должно быть, всё должно быть сбалансировано. Блин, сдох всё-таки. Поторопился чуть-чуть. Ну окей, ладно, первая попытка. А это какая-то американская версия или японская? Японская. Японская. Она лучше, потому что там Япония. Поставочки. Ага. Ну в американская как всегда всё повырезали, да? Вообще, эта игра мне очень понравилась. Хоть её все называют обычным, средним клоном Мегамена, но на мой взгляд, на вашем лучше Мегамена. Да блин, я всё это только и слышу. Клон Мегамена, Клон Мегамена. Ну она просто похожа на Мегамена, это точно. Ну как, типа один движок, всё такое. Да. Но геймплей, это всё-таки отличие от есть. Ну я честно не буду говорить. Я её вообще не проходил. Пару раз всего лишь видел на стриме. Здесь просто всё построено на манипуляции разных оружий. То есть, если ты не будешь весь арсенал задействовать, то ты как бы не пройдёшь кучи мест. То есть, нужно постоянно подбирать, какое лучшее оружие в данный момент. Окей. Движоки, движоки игры. Вот и всё, что эти игры объединяются. Ну да. Ну почему сразу клоун? Совсем по-другому играется. Почему клоун? Что он такой, блин, жирный вообще? Кушал много. Напичкали его с железяками. Бронированный. Бронёй, бронированный, блин. Патология. Блин, он какой-то вообще унылый, честно говоря. Е-е-е, завален. Отлично. 5-1. Да. Там можно это было оружие чарджить, если ты разработал. О, ты не переименовал, и я уже понял, что это за игра. Earthworm Jim 3. Офигеть. Играл? Нет, естественно. Я в то время играл в нормальную версию. На Сеге. Так, хорошо, тут у нас будет босс сейчас, кот или снеговик? Снеговик. Хорошо, три попытки. Я этот босс подписал, как кривое как кривое говно. Так потому, что это само по себе. Самый такой кривой босс в этой игре, но тем временем он интересный. Эта игра у меня в детстве была. Офигеть. Вот вам всякое говно попадалось в детстве. Хочу, что у меня хоть нормальные игры попадались? Вон, у гектор на этой картридж с этой игрой был. Да, она по-любому была довольно-таки распространенная. Пираты же хотели срубить бабла на червяки-джиме по-любому. Все же тащились от нее на Сеге. Все что ли? Получается легче, мутинной истории. Да! Мутинной истории затрайлили кошмары своей механикой. Вот лучше мутинной истории на три попытки были. Ладно. Это только мои проблемы. Так, это что он за игра? Так, сколько у нас получается? 6-1? Да. Опа, Миг-29 какой-нибудь. Нет. Это... Лейзер инвэйшн. Шедевр от Konami. Konami. Звуки Konami. Я обожаю их вообще. Ты не играл. Нет. Я уже вижу, что это какой-то тир. Ну как? Типа... Это как в топ-гане. Да, как в топ-гане. Так, объясни мне только сейчас один момент. Так, я паузу. Че, не могу нажать паузу? Нет. Пока. Что происходит? Хотел спросить, какой кнопкой выстрелы, какие ракеты? Теперь смотри, раз ты уже потратил эту попытку, в общем, смысл так. Ты должен как бы... Чуть-чуть привыкнуть. стрелять обычной кнопкой, а ракеты использовать нажимая кнопку стрельбы два раза. А, кнопка А че делает? Здесь кнопка пополняет боезапас топлива, но пополнить нечем. Поэтому тебе нужно стрелять обычной стрельбой и пытаться уворачиваться от ракет. У тебя там есть внизу полоска жизни. Вот типа так. Турбо стрелять нельзя, потому что ракет не хватит. Хорошо. Все, понял. Так, вторая попытка. Я не знаю, что тут валит, правда. Какие-то стрелочки показывают, что вот туда стреляют ватер. Вали отсюда. Ну я не имел ввиду просто на дефолте проходить и ракеты используют. Просто нужно нажимать на пусты и два раза, чтобы она полетела. Я понял. Ты же не дефолт, кулкарт. Кстати, кулкарт вчера прошел? Неа. Ну я так и думал. Он вроде половину только просто смог осилить и... В общем, пока что вернулся. Есть, минус одна пушка. Так, ракеты заканчиваются. О, все, последняя хрень осталась. Давай, выноси ее. Еее, отлично. Кстати, прикольный круг обрули? По крайней мере, этот босс прикольный. А тут все боссы прикольные и вся игра прикольная. Отлично, надо будет запомнить, поиграть. Звук, как из Контра, когда жизнь дает. Так, о, Лидл Самсон. О, шокердос. Шокердос. Особенно, когда я игру проходил. Ну что, 7-1? 7-1, да. Играл? Да, я проходил на стриме. Играл вообще божественно, 10 из 10 просто. Тогда для проблем с этой игрой тебя не должно возникнуть. Сейчас только немножко вспомнить, честно, это игра. я просто играл последний раз Ирия как давно. Кстати, я этого босса чуть не помню. Или я его завалил настолько быстро? Да нет, ты его помнишь. Сейчас помнишь. А вторая форма более запоминающаяся. Даже вред помнит. Ой-ой-ой! Вред вообще очень много помнит, его за это очень многие не любят. А почему именно ты каменного тут выбрал? Типа, чтобы быстренько этого босса форму-то завали, так как он отстойный. постоянно каменным сюда дошел, а перед самим боссом я не мог поставить, потому что там пути врагов. Так, ну ладно, первая попытка просрана на самом деле. Да. Так, а, все, вспомнил, да-да-да. Так, эту форму просто первую форму босса настолько быстро завалил, что-то? Ну, она быстро, в принципе, валится. Забыл уже. Так, тут надо на самом деле аккуратно. Хищ пала. Мегамен! Ну, как так? Что это за мегамен? Number one. Это был не Нинес Кафе. Это обильный мегамен. Интересно, если я сейчас зацеплюсь драконом, зачем они тебе сдохнут? Зацепился. Он сдох, отлично. Зацепился, он мне настя запретил. черт, нет. Вот буллщит, вообще. У тебя же есть еще мышь. Так я ее не люблю. Вот я не знаю, все говорят, что она читерская, но у нее так мало хп, что я просто не могу выиграть нормально. И мышку главный выбил. Че, ладно. щас. Щас мне закидает тапками на санны. Ладно. Так. Я на это место проходил мыши. Да? Да, потому что она маленькая. Ну что, затащена. Да! Так, ну что, последний босс на 10 попыток и игра у нас на 5 попыток. Ой, я сказал на 10? Да. 10 попыток, это как-то слишком смело. 8-1. Какой-то афинемод прям. Так, еще раз что? Эээ, последний босс 8-1. Давай тащи. Вот я б дядю Блэйда не проходил, честно. Второго не проходил? М-м-м. Вообще никакого не проходил. Я только видел стримы. Всякие. Димы там, Айдара, еще кого-то. Ну, собственно, у тебя нет ничего, кроме твоего бумеранга. Офигеть. И турбокнопка. Турбокнопка жизненно. А, я помню, этот босс был уже у нас, кстати, в босс раш каком-то. Я примерно помню, как его валит. Мне надо обязательно на дядю Блэйда пройти. Затолбал, уже куча игр просто годных не прошел. Блин, вот он сложный, конечно, дефолт получается. Конечно, сложный. Последний босс там. Надо ждать, пока он зарядится. Трольска, конечно. Не, ну как так, ты не играл и знаешь, как его валить. А я потому что видел. А-а-а. Я же говорю, он был у нас уже в босс раш. Так, у меня есть же или нету ничего пожрать? Блин. Похавать-то. Элка, это же в лайфбар пополняет? Да. Блин, ее нету. Нифигасе, такой тролльский босс. Вот, Серега его тоже не прошел. Когда у тебя останется две попытки, я сделаю подсказку. А-а-а, по так, хорошо. Если зрители не против. Я тоже могу сделать подсказку. Не умирая пройдешь. А-а-а-а! А-а-а! Блин, нельзя же перепрыгивать, по-моему, когда еще вода не поднялась. Ну ладно. его да он утонул да всем плавать на миссия провалена земля взорвалась как там у михайловича захватили пришедцами ну вот и потонул да вот он троллит меня я прыгаю короче хочу у него запустить бумеранг а он троллит вонючка эти самый сложный босс в этой игре это нельзя ну именно на дефолте без ничего они просто жесть какие все четвертая попытка короче смотри стой внизу и зажми turbo и жди пока вода заполнится до конца хорошо до конца это как по пояс не до конца это до самого верха папа пояс босса вред герой бесконечный этот воздухозапас в легких не как агентного даже его зовут по-моему хорошо кент я тогда всегда тебя сейчас буду стримить очки он горит что пропускает человек вперед или хотя или может кирбит ты хочешь что-то я могу я я подожду хрен с ним я все равно последний не кирбит если ты хочешь что давай ты тогда да вот говорят у него наверное жабра или имплантанты какие-нибудь это же все-таки киберпанк ну может у него там действительно какой-нибудь знаете как в звездных войнах такой этот самый ну штука то такая там дышали там через первом эпизоде как называется так господи может у него там гнездо денис что это мне отвлекаться я стою турбокнопку держу естественно я бы не стал читать чат если ты должен догадаться то есть акулы эти сраные плавают окей ой акулы говорю пираньи что-то я не в дупле они много все равно я что-то не догадываюсь не гони ты должен догадаться блин попал он тайм лимитом убивается нет в общем я не знаю говорить еще что-то да ладно это уже совсем будет наверно подсказка читерская хрен сна не надо у нее не пройдешь и не пройдешь сейчас может догадаюсь господи этом просто одну попытку очень тупо слил поэтому это я уже сам виноват будем говоришься смоки лузеры неудачник что такое короче ты мне уже хорошую подсказку дал так что следующий это будет уже читерство у меня что-то попало что во мне иногда они редко но появляются там но если тактику узнать то в принципе это никакой роли не играть я прохожу его 10 раз из десяти на фольгом узнаешь тактику он это понятно просто не в этой игре я удивился что здесь настолько все сбалансировано что хоть с костюмами проходишь легко хоть без костюмов просто разнообразие хоть так проходи хотя про мигом он ну в мегамей не как бы первым на дефолте места есть такие напряженные а вон уж так не пулять черт с меня бесит эти сам наводящиеся ракеты давай думай думай еще что то есть ничего нету все пор все просто как дважды два у него несколько блин да мне всего это акула страны блин смысле карась этот вонючий карасики по диагонали можно стрелять о точно может по диагонали стрелять и вверх мазал то по диагонали хрен достанешь не я скорее всего уже не пройду я чувствую что что-то я нихера не в дупле серьезно вода перестала подниматься он же вот не убивается этого ничего ракет ну ладно хрен с ним короче не пройдено раз уж так тактика давай пока рассказывать да расскажи тогда я чем смотри он перестреляет ракеты с определенной периодичностью достаточно того чтобы когда-то ее выстрел ракету turbo ты потом подождал немножко подпрыгнул и бумеранг достанет просто нужно следить за тем чтобы рыбы плыли в правую сторону они возвращались блин ну это тогда это конечно мне я сразу понял что надо так и делать просто как-то у меня троллили эти ракеты это что сразу не понял сейчас рано я так быстро из рунда могу чая ладно получается 82 блин за тролли на дактейл с атомстил босс раша разгромным счетом тут говорю тут тут как на кого рассчитывается смотря если босс раш на человеку которую скил там хороший особенно если он ферст ранен замечательный то есть ну сразу же догадываться как босс валить которых в играх которых не играл то в принципе нормальный босс рашку вот если типа меня который если поменять дактейлса с этим знать с чем-нибудь с червяком джимом да я бы поменял их местами реально погло бы вообще все идеально скинуть его к этому чернокрылого я думаю можно нового новый босс раш составит счет них и тех же делать не навесу всем есть желание почему бы нет допустим да блин короче ладно я понял короче как его валить мне лень пост на выносливость да дактейлс просто здесь прикол в том что я очень давно в него не играл и там немножко механики надо привыкать вот она одну попытку за одну попытку просто не успеешь привыкнуть так ну ладно хорошо тогда сейчас у нас место кента буду я с игрушки слэпфайт никуда не уходите буквально